Жителям этой многоэтажки к вниманию видеокамер теперь не привыкать. Их соседка Татьяна Кадукина прославила весь дом на всю страну. На прошлой неделе она на коленях просила премьера Медведева дать горячую воду, которая исчезла из крана три года назад. 140 жилых квартир остались без горячей воды. В 2017 году суд обязал возобновить горячее водоснабжение, но местные власти его не выполнили. В результате воды нет, а в квартире холод, особенно в ванной комнате. Вставлю обогреватель, нагреваю до хотя бы 20 градусов, и тогда я моюсь. В таких условиях женщина заработала бронхиальную астму. Огромные суммы уходят на лекарства и коммуналку. Ведь обогреватель и водонагреватель – удовольствие дорогое. К слову, в такой ситуации все жители многоэтажки. Откуда у нас вообще квартира нет? Водонагреватель – это дело не для пенсионеров. А сколько уходится по коммунальным плодежам в месяц? Ну вот зимой, декабрь, январь, февраль – почти 10 тысяч. Эффект Медведева изменил мнение Минстроя. Ситуацию уже решают, деньги нашли. Правда, Татьяна Кадукина посчитала чужие деньги и смело сочла решение о реконструкции газовой котельной расточительством. Она предлагает свой выход из ситуации. Я бы лучше установила эти модули на эти три дома. Это мое мнение. И они больше, эффективнее и меньше затрат. На эти дома ушли бы пусть 10 миллионов на три дома модули. А на газовую котельную они просят 25 миллионов. Теперь у жильцов новая головная боль. Люди боятся, что если котельную действительно отремонтируют, коммуналка станет дороже. Глава Первомайского района Александр Иванов пояснил, что решение по реконструкции еще не окончательное. Специалисты проведут экспертизу и выберут экономически выгодное решение. Действительно, если вот эта котельная будет работать, есть риск, что жители будут платить, собственно, за отопление много. Смотрите, понимаете, есть предельно допустимая оплата граждан. Все, что будет для жителей выше предельного планки, то здесь на конкурс тогда будет закладываться в бюджет компенсации. Простая алтайская женщина встряхнула власть. Проблема, наконец, сдвинулась с мертвой точки. Позже она признается, что на колени перед вторым лицом страны ее поставил кто-то из федеральной свиты. Правда, это совсем не меняет дело. Я даже не стесняюсь, если бы вот так не подставили подножку, я бы упала бы на колени, и да, я бы просила бы. Я бы не только просила, а я умоляла бы. Я бы заматерился лучше, чем на колени вставать. Поступок Татьяны Кадукиной вызвал резонанс в обществе. Одни его называют смелым, восхищаются, другие ругают, мол, не делай это в ноги падать. Ну что ж, имеют право. Но есть и те, кто не поступок оценивают, а личную жизнь женщины, считая ее деньги, обсуждая ее семью, не забывая о породистом коте. Нормально ли? Валентина Аскерова, Александр Андропов. День с толком.